МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа калейдоскоп. О событиях культурной жизни нашего города и о самых интересных людях Рязани мы расскажем вам в ближайшие 15 минут. Ну а начнем мы, пожалуй, с новостей из мира археологии. Казалось бы, там должно быть все тихо и спокойно. Для раскопок погода уже неподходящая, все самое интересное найдено и находится на исследовании у специалистов. Однако рязанский историко-архитектурный музей-заповедник преподнес нам сюрприз. До недавнего времени понаблюдать за работой настоящих археологов и даже принять в ней участие можно было, не уезжая из города. В 2004 году в историческом центре на территории Рязанского Кремля Переславль-Рязанская археологическая экспедиция положила начало раскопу, который в итоге решили назвать «житным». Работы здесь продолжались на протяжении 12 полевых сезонов. За это время ученые исследовали около 6 метров культурного слоя, который датировался серединой 12-го, серединой 17-го веков. За эти годы была получена ценнейшая информация, связанная с развитием жизни людей именно на этом участке территории Кремля. При этом нам очень повезло. Дело в том, что мы позахватили кусочек улицы, и к ней примыкали, соответственно, усадьбы. И вот мы проследили, как менялась планировка на данном участке. Мы выяснили, что улицы были в ряде случаев замыщены деревом, и рядом располагались усадьбы, все постройки которых были деревянные. При этом сами дома были довольно небольшие. За время исследований было найдено около 5,5 тысяч индивидуальных находок, которые пополнили фонды музея-заповедника. Среди них можно выделить изделия из дерева. Обычно этот материал плохо сохраняется, и вероятность найти подобные артефакты в целости невелика. Так как здесь был выход воды, прекрасно сохранялась органика. И мы собрали большую коллекцию деревянных изделий. Это и ложки, это и миски, это и туиски, фрагменты саней и многие другие предметы. И надо сказать, что коллекция деревянных изделий, которая сейчас у нас выставлена и находится в фондах, является одна, наверное, из крупных для музеев России. Кроме этого, было найдено большое количество предметов из железа, цветных металлов, стекла. Среди наиболее интересных находок – печать, которая стала эмблемой экспедиции, костяные крестики, византийские амфоры, сирийское стекло. На основе всех этих материалов была создана целая экспозиция. Переславль-Рязанский археология открывает тайны, с которой сегодня могут познакомиться рязанцы и гости города. Жидный роскоп подарил археологам огромное количество ценнейшего материала, но в этом году ученые дошли до материка. То есть это та, как бы, коренная порода, тот слой, на который пришли люди. То есть там уже нет остатков следов жизнедеятельности человека. И вот в этом году как раз мы вышли на материк, и, как и положено, по окончании работ, роскоп, ну, остатки роскопа были, вернее, роскопа был засыпан. Но члены Переславль-Рязанско-археологической экспедиции уже успели определиться с новым фронтом работ на ближайшие сезоны. И были планы и продолжить роскоп, жидный роскоп. И хотелось бы покопать при впадении Лыбеди в трубе, чтобы, может быть, мы зацепили бы достатки именно древнего поселения, начала города. И в то же время значительная часть территории, вот именно этой, примыкающей к Лыбиде, она не исследована. Дело в том, что здесь никакие работы не проводились. И поэтому вот в планах экспедиции было решено начать новые раскопки именно на территории, вот здесь, примыкающей к улице Рабочих. Ученые уже провели предварительные исследования. В этом году был заложен небольшой роскоп, так называемый шурф. В результате выяснилось, что люди жили на этой территории, по крайней мере, с 13 века. Уже сделаны первые находки, но все самое интересное, конечно же, впереди. Кроме этого, роскоп примыкает к остаткам, к бывшим укреплениям. Ведь по периметру шли валы и шли стены. И мы надеемся, что, возможно, удастся, может быть, какой-то элемент этой оборонительной стены и оборонительной укреплений тоже зацепить. Роскоп площадью 200 квадратных метров уже получил название – Веденский. По названию одной из башен, которая находилась недалеко от этого места в древности. С него был снят техногенный слой – бытовой и строительный мусор 20-21 веков. Но основные работы начнутся весной 2016 года. Рязанский театр драмы продолжает радовать нас премьерами. Не успели мы по достоинству оценить зануду, как нас уже пригласили на новую постановку японской пьесы под названием «Актерская гримерная». Загадочная история о двух призраках и одном убийстве без антракта. Именно так представили зрителям новый спектакль, поставленный по пьесе японского драматурга Куньо Семидзу. «Гримёрная» – одно из наиболее известных произведений этого автора, которое на его родине ставил ей около полутора тысяч раз. В Рязани же эту постановку увидят впервые, и всё благодаря режиссёру Урсуле Макаровой. Я с ней познакомилась, когда училась в институте. Один из курсов в ГИТСе делал её как дипломный спектакль. Она очень выгодная пьеса, потому что четыре женщины занятые, а это такая редкость, всегда всё пишется для мужчин. А здесь такое бабье царство. И она меня тогда ещё очень привлекла. Какими-то своими сюжетными ходами, то есть история вот этих о двух актрисах, которые навечно, видимо, заперты в одной гримерной, и вынуждены, с одной стороны, играть весь мировой репертуар, а с другой стороны, о них никто никогда не посмотрит, и никто никогда не поаплодирует. И это какой-то такой очень, ну, такая настоящая история. Это история о театре, закулисье, о борьбе за роли и невозможности жить без сцены. Ну, а главными действующими лицами, по сути, являются призраки актрис, которые и в загробном мире пытаются играть и не перестают мечтать. А о чём могут мечтать актрисы? Конечно же, о роли с большой буквы. За такую роль можно и убить, что, собственно говоря, и происходит. Просто та актриса, которую убивают, она присоединяется к тем, которые умерли ещё раньше, живут в этой гримерке, у них наконец-то складывается какое-то уже трио, и, так сказать, количество пьес, которые они могут сыграть, ещё увеличивается. Я не знаю, насколько это счастье – играть мёртвым. Хотя, ну, говорят же всегда, что в театре есть какие-то духи, там, артистов. Я сама их не видела. Но, мне кажется, присутствие периодически мы их ощущаем. Кстати, символом желанной роли для актрис становится образ Нины Заречной. Вообще, весь спектакль пронизан чеховскими мотивами. В нём не только звучат, но и оживают сцены из «Чайки» и «Трёх сестёр», на которые в контексте японской пьесы можно взглянуть по-новому. В общем, спектакль таит в себе массу сюрпризов. И один из них – это его оформление. Необычные декорации, костюмы, грим – это поистине филигранная работа настоящих профессионалов. Я не могу не сказать о работе Елены Худобородовой, это наш художник-гримёр. И здесь костюмы и грим, и прически. Художник Таня Виданова по костюмам и декорациям. Но вот мне всё-таки кажется, что Таня работает замечательно, нам тоже очень нравится. Но вот у Лены, то есть то, что она сделала парики, эти парики нельзя купить. Их можно только сделать и причесать так, как нужно. То есть это берутся, ну, соответственно, мы смотрели театр «Кабуки» и пытались каким-то образом повторить. Плюс, конечно, шрамы, которые на актрисах сделаны, они делаются каждый раз заново, кроме одного. Это ювелирная работа. Я не могу просто вот, когда начинает Лена работать, я пристываю, я пропадаю для окружающего мира. Это чудеса. Это просто невероятно. Это такой какой-то мастер-класс вообще по театральному делу. Первый премьерный показ спектакля уже состоялся на малой сцене Рязанского театра драмы 18 ноября. Но это не значит, что вы опоздали. Следите за афишей и спешите познакомиться с этой необычной пьесой. Мало кто знает, что у главного новогоднего волшебника, так же, как и у обычных людей, существует день рождения. Празднует его Дедушка Мороз 18 ноября. И хотя никто точно не знает, сколько лет ему исполнилось, многие с удовольствием отмечают этот день. По всей видимости, этому сказочному персонажу исполнилось уже более двух тысяч лет. Ну а дату дня рождения придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на вочине Деда Мороза, Великому Стюге, в свои права вступает настоящая зима и ударяют морозом. Особенно тщательно к этому празднику готовятся на родине именинникам. В этот день открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить поздравления для Деда Мороза. Этой возможностью с удовольствием пользуются и местные детишки, и приезжие туристы. Ну а в Рязани этот день решили отпраздновать легкоатлетическим забегом, который прошел в Центральном парке культурой и отдыхом. Перед началом мероприятия все собравшиеся приняли участие в зарядке, в которую провели два веселого Деда Мороза и Снегурочка. Ну а после участники забега в праздничных колпаках сразились за призовые места в нескольких возрастных категориях. Вот таким образом рязанцы поздравили Деда Мороза, приобщились к здоровому образу жизни и сделали самый ожидаемый праздник чуть ближе. В начале ноября в Костроме проходил чемпионат Центрального федерального округа по танцевальному спорту. В нем приняли участие 36 пар. Рязанскую область представляли мастера спорта России Максим Павлов и Александр Кузнецов. В итоге они стали победителями в латиноамериканской программе. Мы решили поближе с ними познакомиться и узнать секрет их успеха. Танцевально-спортивный клуб «Грация» расположился в стенах Рязанского дворца молодежи. Именно здесь, в его залах, большую часть своего свободного времени проводят молодые и перспективные танцоры – Максим и Александра. Как и большинство спортсменов, ребята начали свою танцевальную карьеру в раннем детстве, но складывалась она у них по-разному. Саша после 9 лет упорных тренировок примерно на год выпала из танцевального сообщества, а Максим, не прекращая занятий, в какой-то момент остался без партнерши. Ну а дальше, как говорят ребята, сама судьба свела их. Первый совместный турнир прошел для новоиспеченной пары невероятно успешно. И теперь они вместе продолжают набирать высоту в своем мастерстве. У нас парный вид танцев. И мне кажется, это сразу обо всем говорит. Если нету контакта, если нет общего языка в паре, никакого результата, никаких высоких результатов их быть не может. То есть в первую очередь партнеры и партнерши должны подходить друг к другу, они должны найти общий язык или как минимум найти общую цель, которой они могут двигаться вместе уже. Цель у ребят одна – совершенствоваться. Именно поэтому они пропадают на тренировках. Правда, в перерывах между ними Максим окончил радиотехнический университет, а Саша продолжает обучение на экономиста. Но пока именно танцы они считают своим основным занятием. Есть у людей своя стихия. То есть куда они попадают, они чувствуют себя как рыба в воде. Вот это моя стихия. Чем это может нравиться? Это красивые платья, это грация, это танцы, это спорт. Это вот то, в чем я себя ощущаю комфортно. Помимо тренировок «Залог успеха пары» – постоянное участие в фестивалях, конкурсах и чемпионатах. Причем не только в России, но и за рубежом. Уровень соревнований бывает разный. То есть где-то в соревнованиях больше в уровне. То есть как бы первых мест, понятно, не завоевать пока. То есть есть к чему стремиться. А на российских соревнованиях достаточно часто танцуем в финалах, достаточно часто занимаем призовые места. Так и случилось на последних соревнованиях в чемпионате Центрального федерального округа. Если год назад на этих же состязаниях ребята оказались третьими, то в этот раз они заняли первое место. Любой результат приносит новые эмоции, приносит небольшую веру в себя, приносит желание еще больше тренироваться, еще больше развиваться, чтобы достигать новых высот. То есть не знаю, как для Александра, но лично для меня этот результат стал как началом какого-то нового этапа. Но при этом они, конечно же, как и все спортсмены, мечтают о большем. Такая есть мечта, она, конечно, глобальная, но все-таки она есть чемпионство мира, и есть к чему стремиться. Из ближайших целей попасть в топ-50 пар WDSF. Это мировой рейтинг. Вполне возможно, что этой цели ребята достигнут. Для этого у них есть все необходимое. Трудолюбие, упорство и, конечно же, тренеры, которые передают свой опыт и помогают совершенствоваться. Большое спасибо хотелось бы сказать нашим тренерам. Это Ирина Васильевна Виколова, Дмитрий Александрович Чешаев и Юлия Олеговна Чешаева. И также большое спасибо хотелось бы сказать директору Призанского дворца молодежи, директору того зала, где мы тренируемся, это Николай Викторович Плетнев. Всем им сказать большое спасибо. Они нас все поддерживают, все нам помогают, и наши результаты без этих людей были бы нереально невозможны. Впереди у Максима и Александра долгий и наверняка сложный путь. К его прохождению они готовятся, оттачивая невероятно сложные движения, не забывая при этом улыбаться. Ведь со стороны должно казаться, что танец – это нечто легкое и непринужденное. И пусть на самом деле это тяжелый труд, самое главное – он заставляет этой паре удовольствие. Ну а нам остается пожелать им успеха и новых побед. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова